И разместить примерно по центру вот этот трамвайчик. Независимо от навыков, этот рисунок сегодня получится у всех, говорит художница. Главное – повторять за ней все действия. Ведь набросок – это только первый этап работы. Кисти и краски придадут картине ощущение реальности, эмоции и законченный вид. Сегодня эскетимцы используют акварель. Для детей это является неотъемлемой частью развивающей, точно так же, как чтение, письмо, счет, рисование развивает ребенка. Оно позволяет мыслить абстрактно, образами, дает подготовку какую-то твердой руки, вот именно кисть кистью управлять. Это аматорика развивается. Для взрослого это скорее будет смена деятельности, чтобы среди рабочей недели разгрузить себе мозг. Открытый урок с художником в музее – идея новая, где, как не здесь, можно вдохновиться творчеством и создать свой шедевр. Марина Лыкова помогает тем, кто решился взять в руки кисть. Такие занятия хотят сделать постоянными. Это, наверное, даже больше не для школы искусств. Здесь для тех, в ком живет сомнение. Кто хочет, но сомневается. Мы предполагаем и какие-то конкурсы, и работы, которые будут проходить несколько этапов. Подобные уроки помогают узнать больше об изобразительном искусстве, получить дополнительный опыт, а также посмотреть на работы профессиональных художников.